Уважаемые коллеги, мое выступление посвящено теме, ну заведомо, не то что неподъемной для доклада, она по существу тождественна теме, ну я не знаю, русской истории и культура. Потому что написана книга таким образом, что через призму свободы я касаюсь вещей самых различных и неожиданных. Поэтому вот даже конспективно излагать как бы вот остовкость от книги в данном случае бессмысленно. Поэтому я, наверное, позволю себе остановиться на каких-то моментах, которые будут характеризовать даже не столько содержание книги, это там где-то около 40 листов, действительно затруднительно, сколько авторский подход. Вот авторский подход для себя я сформулировал в нескольких тезисах, я сейчас их попробую раскрыть, ну явно в расчете на вопросы, на какие-то реакции. Вот первый вопрос, который я ставлю перед самим собой, где-нибудь так звучит. Может ли быть свобода русской свободой? Или свобода это всегда свобода, да, а уж какая она там русская или другая, это настолько несущественно и так тонет в том, что это свобода, что говорить это особенно нечего. Ну, вот отвечая себе на этот вопрос, я, собственно, готов сделать такую заявку, ну не более чем заявку, особенно с аргументацией у меня и не получится в виде отсутствия времени. Что свобода это реальность, монотонная свобода, что в своем некотором смысловом ядре она всегда одна и та же, но есть вариации свободы, так я скажу, если бы слишком торжественные, эпохальные и национальные. Эпохальные, то есть от эпохи к эпохе со свободой происходит некая метаморфоза, если даже не превращение. Ну вот в качестве самой такой общей схемы, заведомо слишком общей, я бы так сказал. Ну вот мы живем в западной системе координат, мы принадлежим к западной культуре, а если к западной культуре, то это античность, средние века и новое время. Мне кажется, в общем-то, достаточно очевидным, что если мы говорим об античности, это одна свобода, если мы говорим о средних веках, это другая, а новое время не третья. Ну вот античность, предположим, и свобода, это тема самодавления, самодостаточности авторкия. Авторкия. Свободен человек в античном смысле, первоначально этот смысл артикулирован, скажем, грекам, а потом и риблиям, только в него особенно ничего против не имел, да, артикулирован именно в этом своем качестве. Свободен человек, когда он давлеет себя, когда он достаточен себе, когда все мое нашел с собой. И вот здесь надо подчеркнуть один момент. Я не буду особенно раскрывать авторкию, она достаточно известная, да, один только момент подчеркну. Но если античный человек настаивал на свободе, как на авторкии, то тем самым подспудно, главным образом подспудно, в этом присутствовала та интуиция, что свобода есть некоторая реальность божественности. Ну, я так для себя это формулирую в некоторых своих работах, что вот авторкия в качестве свободы, это божественность, ну, человеческая божественность. Оказывается, можно быть богом, божеством, можно осторожнее сказать, оставаясь человеком. Потому что, строго говоря, авторкия, самодостаточность, это атрибут божественности. И вот античный человек как раз стремится к этому варианту, да, быть богом, но остаться человеком. Конечно, такая транскрипция свободы совершенно исключается для культуры, которая покоится на христианских основаниях. Это для нее был полный скандал и несовместимость. И вот совершенно не случайно, что христианская, значит, средневековая транскрипция свободы, это свобода, как свобода воли. А свобода воли, это, конечно, никакая не авторкия, это все-таки свобода, сосредоточенная на выборе. Античный человек вот в проблеме выбора достаточно равнодушен, акцентов таких он не делает. А для средних веков это, ну, акцент и приемлемый, и внутренне необходимый. Как видим, разница существенная, да. Ну, если вот так же быстренько переходить к новоевропейской свободе, здесь свои акценты и свои трансформации. Ну, если тут взять только доминанту, потому что применительно к новоевропейской свободе очень разные вещи. Это свобода дворянская, скажем, свобода буржуа. Ну, сосредоточить на свободе буржуа, поскольку она, так сказать, перспективна, и она еще, как бы, существует сегодня, ну, может быть, доживает свой век. Мы ассоциируем свободу новоевропейский лад, скажем, с двумя реальностями. Первая реальность – это индивидуализм. Вторая реальность – это свобода, как права человека. Вот индивидуализм – это такое исключительно, как я понимаю, новоевропейское явление, где человек настойчиво заявляет в протоположность античности, что можно быть свободным в пределах только человеческого. Есть известная претензия на авторкию, но она такова, что для этого не надо выходить в какую-то реальность сверхчеловеческого. Индивидуализм – это обращенность на себя, ну, в пределе, в таком смысловом, это ощущение себя в качестве цели, всех остальных в качестве средства, и, вместе с тем, бесконечная ответственность перед самим собой, за самого себя. Я пока только называю, ничего этого не раскрываю. Если даже Кант в своей критике практического разума будет настаивать на том, что относиться к другому надо как к цели, как если бы он представлял цель для самого себя, это на самом деле только попытка выйти за пределы вот этого самого индивидуализма. Кант исходит как от самого собой разумеющегося, от того, что человек – другое для него средство, только каждый человек для себя самоцелен. Но он нам предлагает в пределах практического разума, да, с точки зрения свободы, все-таки встать на эту точку зрения. И он, и все-таки, он должен быть для нас целью, для самого себя. Ну, такое грампи, одоление индивидуализма в пределах индивидуализма. Никакого отношения такая транскрипция свободы, прямого, в таком случае, не имеет ни к средневекам, ни к античности. Ну, вот такая маленькая демонстрация. А дальше, по поводу, если говорить о возможности национальных вариантов свободы и национальных ее транскрипций, ну, я сошлюсь просто-напросто, никаких аргументов не приводя, и сошлюсь на статью Оссорда Шпенгера, или СССР, скорее, растянутое, «Просательство и социализм». Вот там он настойчиво проводит мысль о том, что есть свобода, скажем, английская, свобода инициативы, ответственности, прежде всего перед самим собой. Есть свобода прусская. Свобода прусская, она акцентирует дисциплину, она акцентирует повиновение, она акцентирует верность и служение. Причем последняя свобода надличностная, тогда как англичанин якобы вот как бы в этой свободе центрирует ее самим собой. Ну, шпенгеровские такие дистинкции, они слишком, так сказать, резко, может быть, отчеркшены, чтобы с ними вот так уж легко было согласиться, но сам ход шпенгеры как бы считают вполне позволительным. И в известном смысле это санкция и для моей собственной работы. И вот я далее, опять-таки, очень-очень кратко коснусь того, как я подходил к русской свободе в перспективе того, что все-таки разговор о русской свободе возможен и конструктирован. Я выделю сейчас несколько ее признаков и попытаюсь, ну, совсем-совсем кратко их охарактеризовать. Заведомо это будет все очень схематично, если мой схематизм вызовет у вас протесты, но я, может быть, потом его буду конкретизировать и истончать. А если так проскочу, ну, тоже неплохо. Итак, значит, вот русская свобода. Какие я у нее выбрал типологические признаки? Ну, так, я выбрал их неполный перечень и без всякой претензии на то, что они были бы как бы сторонами одной целостности, чтобы это было жестко выверено, как некое единство в многообразии. Ну, первый, скажем, признак акцентирования в нашей русской свободе, ее, то, что я называю надмирностью или свобода от. Русскому человеку, и это я в своей работе демонстрирую, эту линию, так скажем, от Владимира Мономаха до Достоевского, русскому человеку гораздо легче дается именно вот это состояние, да, это состояние, когда он ощущает себя не связанным, никакими устойчиво связанными, никакими историческими объективациями. Он не попадает в некое подобие такой слишком плотной зависимости от своей собственной воплощенности. Русский человек очень склонен, как бы, отодвинуться от того, в чем он себя воплотил, да, и во всякой вот этой вот самоосуществленности и ощутить некую дистанцию по отношению к этому. Он свободен, да, и это действительно линия в русской литературе себя дающая знать, когда мы смотрим на западного человека, ну, мы русские авторы, да, смотрим на западного человека и сильно подозреваем его в рабствовании, так сказать, дела рук своих. Вот русскому человеку не очень понятно, как можно быть привязанным к тому, что есть человеческое порождение. И это то, что я вот и называю надмирностью, да. Ну, вторая характеристика русской свободы, ну, сама по себе она может быть даже изучить вполне и банально, потому что речь пойдет о том, что наша русская свобода сопряжена с волей. Наша русская свобода не всегда различима от воли, очень легко в нее срывается, и мы очень часто в качестве свободы заявляем именно вот эту самую волю, да. Вот этот момент, собственно говоря, он выражается не только в том, что, ну, скажем, вот на западе, да, было где-нибудь в новоевропейской ситуации 16-17 века, было такая, да и раньше, в средние века тоже, была противопоставленность. Есть сословия, которые обладают драгоценные привилегии свободы, вначале это рыцарское сословие, а потом это дворянское сословие, и есть остальные сословия, или частично свободные буржуа, или совсем, после чего не свободные дворянины. У них вот на свобода и рабство существует как некая такая дихотомия внутри социума. Наша ситуация в ближайшие на это же время, в 16-17 века такова, что вот Московская Русь, как страна такого тотального рабства, в общем-то, на этом готов настаивать, пускай и патриархального, но патриархальность рабства вообще не вне положено друг к другу. Она как раз знает вот это, московито, то есть будет этот дворянин, посадский человек или казак, или крестьянин особого значения не имеет, и она знает человека, вырвавшегося из этой вот, из Москвы, переставшего быть московитом казака. Казачество, казацкое, мы традиционно и сопрягаем со свободой, со сволей, потому что казак ушел из Москвы, туда на Акаем, в Донские, скажем, степи, а потом и на Ярик, или на Терек, и вот он человек воли, потому что он человек беспутный. И беспутный в том смысле, что путь, традиционная мифологема пути, архетип пути, предполагает предзазанность существования, предполагает долг, ответственность, может быть, служение, во всяком случае, нечто аскетическое, или хотя бы момент арскеза, а казак, он беспутный, потому что он вырывается из степи, в степи он гуляет. Вот это воля, да. И наша тема свободы, есть некая реальность, переходящая в волю, не только потому, что у нас существует вот такая дихотомия, казак и все остальные сословия Московии, но потому что вот эта воля, понимание свободы как воля, она совершенно неожиданно аукается в текстах, совсем даже и не казацких. Ну вот, Николай Александрович Бердяев, вообще-то говоря, он из казаков, потому что его дед или прадед, я уже не помню, генерал Бердяев, действительно был наказан мотоманского казачьего войска. Ну, с этим, конечно, менее всего связано то, что он пишет о свободе. Так вот я готов, например, настаивать на том, что если вообще всерьез относиться к тому, что Бердяев пишет о свободе, то с той коллективой, что вообще-то он говорит о воле. И это можно аргументировать. Его свобода абсолютно вне, сверх, над, как хотите, но она не личностная. Это воля. Или вот совсем уже далеко от казака, скажем, Лев Шестов. И то, что Лев Шестов прописывает о свободе в своих книгах, особенно в старой половине его творчества, конечно, это воля. Конечно, это никакая не свобода, и в свободе это не укладывается. Вот поэтому, собственно, эта характеристика для меня так и важна. Сопряжение свободы с волей. Но если еще опередовать какими-то типологическими характеристиками, ну, наверное, я упомяну то, что вот у нас в наших русских пределах есть некий такой вариант, инвариант и такая константа, что свобода наша, ну, она не существует, как правило, в качестве чего-то устойчивого. Свобода, как только свобода, и всего лишь только свобода. Свобода переходит как бы очень легко в реальность, скажем, любви, в реальность творчества, в реальность обожжения. Ну, пример, который я себе позволю очень кратко. Ну, вот мы возьмем, скажем, роман Достоевского «Бесы». Там есть такой великолепно прописанный, мне кажется, из лучшего, что написал Достоевский, это то, как он прописал образ Алексея Ниловича Кириллова. Вот Кириллов пытается, заявляет о том, что он заявляет, что он, Кириллов заявляет какую-то невиданную свободу. Он заявляет свободу, которая, вот, должна перевернуть мир. Он заявляет свободу, которая в смерти пределивает смерть. Пуля, которую он собирается пустить в себя в лоб, она должна не просто продемонстрировать некую безосновность его воли. Вот я стреляю в себя в лоб не потому, что я хочу что-то заявить, что-то утвердить. Я стреляю по чисто такому валению. Для меня смерти не существует. Это такой пустяк. Вот сейчас она будет определена, потому что они все равно стрелять или не стрелять. Но, а дальше, да, это свобода, это, по-моему, предел безосновности. Но ведь что предполагает тот же самый Алексей Нилович Кириллов? Он предполагает, что этот выстрел имеет отношение не только к нему самому, что с этим выстрелом пройдет некий сдвиг и некий эндологический переворот. Его выстрел станет перетворением мина. Его свобода сразу же замыкается на некоторую совершенно грандиозную антологию. И вот здесь что-то, как бы, русский ум договаривает или пытается договорить, что, ну, скажем, в намеке содержится все-таки не только у нас. Но вот у Канта, например, когда он заявляет свободу как автономную причинность, у него эта заявка, у меня во время ОНА как-то вызвало вопрос, который для меня звучал, ну, заведомо, может быть, слишком, как бы, простодушно, что ли, но вопрос для меня был в жизни серьезен. Хорошо, если свобода автономная причинность, то она означает, я могу сам выйти источником своих действий, я сам могу причинять нечто в отношении себя или другого. Но если свобода автономная причинность, почему она не распространяется на ту реальность, что я сам являюсь не только источником своих действий, но источником своего существования. И вот у Канта в критике чистого разума есть очень знаменательная ссылка, она с большими оговорками, с большими есть, с большой сослагательностью, где он вдруг заявляет о том, что уже за пределами возможности критики чистого разума, за пределами возможности строгого осуществления его метода, все-таки можно помыслить, скажем, предсуществование душ. Да, за предсуществованием душ совершенно не христианский мотив. Для него стоит то, что, в общем-то, Экологически требует продолжения. Если я есть автономная причинность, то почему же я причинил себя не только в своих действиях, а не причинил самого себя в самосозидании, в том, чтобы быть источником самого себя. Вот Алексей Недович Кириллов, вот этот канторский намек, который он, конечно, в глаза не видел, он этот намек выводит туда, за пределы свободы. Если свобода есть, то свобода замыкается на нечто бесконечное превосходящее. Вот здесь она замыкается даже не на творчестве, а на творении. По этому пункту, мне кажется, можно говорить о некоторых наших своих собственных русских акцентах в свободе. Но если так уж совсем я с разговоркой еще два признака свободы введу, это вот один признак, ну все мои слова закавычены, они очень условны. Естественность свободы, да. Свобода на русской почве произрастает, что называется, в самой древней архаике, с ранней Киевской Руси. Ну вот, что такое для нас свобода, исходно в ее данности, Киевская Русь, свободная страна свободных людей. Но что такое для нас данность свободы в Киевской Руси? Она естественна. Свобода естественна в том смысле, что она совершенно не культивируется. Она как дых и выдох. Она существует в Киевской Руси, потом ее не станет в Московской Руси. Она естественно существовала, естественно исчезнет. Нет культивирования свободы, нет ощущения свободы, тем более артикуляции этого ощущения как высшей жизненной ценности, или я не знаю, как это еще назвать. Античный человек бесконечный говорит об авторке, он бесконечный говорит о свободе. Если свобода для античного человека равна божественности, а божественность равна, скажем, если не равна, то указывает на блаженство, вот античный дух, вот античный пафос. Да, быть свободным, быть божественным. Божественность полнота существа, существования, это некий предел. Вот мы тему свободу не проговариваем или почти не проговариваем. Свобода наша в этом смысле спонтанная. И если подозревать вот какие причины, почему мы из свободного Киевской Руси стали не свободной Московской Руси, Но здесь приходится кивать на некую такую естественность. Нам эта свобода дана, она к нам приросла, но у нас нет по отношению к ней никакой позиции. То, что само дано, само и потеряется. Ну и еще один акцент на свободе, он тесно связан, вот скажем, с темой воли, вольницы. Это акцент на свободе как освобождении. Для нас свобода это вот освобождение, да. Свобода от здесь тоже близка. Быть свободным значит освободиться. Конечно, это не русский мотив, в чистом виде, потому что я вам напомню более чем известное, да. Если мы читаем Руссо и находим в его трактатах об общественном договоре знаменитую фразу «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». Здесь, да, здесь заявляется вот то, о чем я говорю. Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах, значит, он должен быть освобожден. Тема революции заявлена. Петух пропел, кукушка прокуковала. Революция получает санкцию. Но зато и такого акцента на освобождении, как у нас, нет, да, ни у кого. Мы уперлись в свободу как освобождение, соответственно, уперлись в революционализм и получили действительно освобождение. Только освобождение в свободу ли? Конечно, явно во что-то другого, да. Вот это мои такие конспективные заявки. Такой каркас, если так можно выразить, все-таки отчасти концептуальный, который находится в книге отчасти в тексте, отчасти даже, может быть, и в подтексте. Если дальше характеризовать подход, не более чем подход к теме культура и свобода, я бы вот такой момент отметил. Знаете, вот, да, Черночерский когда-то сказал, вернувшись из ссылки, «Рабы все рабы, сверху донизу все рабы». За этим стоит вот это укоренившееся по существу рожденное в интеллигентском сознании утверждение, что Россия страна тотального рабства. Ну, из того, что я сейчас уже говорил, для меня слишком очевидно, что для меня это абсолютно неприемлемо. Но вот как воспринимать это его слова, да, вот с моей позиции? Конечно, если рабы, сверху донизу все рабы, за этим стоит не только, так сказать, клевета на собственную страну, не только прискорбное непонимание ее реальности, но за этим стоит и нечто, так сказать, ну, может быть, более симпатичное. Мы рабы, это текст Черночерского, а подтекст очень плохо быть рабами. Нехорошо быть рабами, нельзя быть рабами. Вот эта вот мысль мне важна в каком отношении? Да, счеты Руси и России со свободой очень длительные, очень сложные, очень запутанные и очень неблагополучные. Но свобода нам очень часто и слишком часто не давалась в руки, а если она давалась в руки, то она очень быстро выскальзывала. Но мы как раз, почему страна, для которой, или культура национальная, которая вот все-таки атрибутом, который является свободой. Потому что существуют культуры, если взять, так сказать, большое историческое время, мы как раз культура, для которой рабство и не является, и никогда не было чем-то конститутивным. Надо отдавать себе отчет, что да, есть культуры, где рабство нормальное состояние. Если мы возьмем древнеегипетскую культуру, то при всем своем величии, грандиозности, при том, что мы, западные люди, не можем не ощущать, как много мы ей обязаны, вот там рабство конститутивное. Потому что в той системе координат рабство противопоставляется не свободе, как это имеет место быть в западной системе координат, а там рабское противопоставляется божественным. Там, на Востоке, на Древнем Востоке, и не только на Древнем Востоке, раб равно человек. Если раб равно человек, это вот и вот тот самый антологический статус. И если мы возьмем, скажем, древнеегипетскую культуру, но в том, что нам наиболее доступно в ее пластике, то эта пластика, в общем-то, адекватно, как я это могу понять, может быть нами осмысленна, только если мы в этой пластике ощутим. Вот это образ Бога, да, это образ фараона, а вот это образ человека. А человеческое равно рабское. И как раз вот эти субстанциальные признаки рабства в египетской пластике обнаружили уж нелегко, потому что рабство здесь, конечно, понимается не вот так, как оно стало пониматься последние два столетия. Раб – это не угнетенный человек, это раб – это не лишенный свободы человек, раб – это не тот, на кого наложены ковы, а раб – это существо такого определенного антологического статуса. Раб – это по своему сути ничтожное существо. Это ничтожное существо может существовать, да, будучи восполняемое соотнесенностью с Богом. Раб служит Богу, раб получает благодатную энергию от Бога, в данном случае от своего фараона, и тем он живет. Это, так сказать, нормальный случай. И это определенный тип культуры. Говорить о том, что он или плохо, совершенно бессмысленно. Наша русская ситуация, да, именно в том и состоит, что как бы мы, какими бы мы большими глотками не пили из чаши рабства, какое бы рабство мы в себе не обнаруживали, и какой бы, скажем, рабской страной не была Московская Русь, для нас рабство – это всегда испытание, это всегда тупик, это всегда угроза распада или катастрофы. Мы, нам очень трудно после Московской Руси давалась свобода, но это был для нас единственный выход. И вот Петербургская Россия – это как раз вот те самые ростки свободы, которые потом все-таки прорастут. Мы как бы вышли из кризиса культуры Московской Руси, в частности, за счет того, что прививка свободы состоялась. И вот это очень важно понимать, да. Если, ну, для меня очень часто упреки нас в русских, в рабских, что вызывает раздражение, может быть, не всегда рационально, так сказать, объяснимо, но если ты, собственно говоря, готов зайти дальше меня и вот эти обвинения в рабстве разворачивать шире и уверенней, то мой, все-таки, совет, надо всегда помнить вот эту коррективу, что рабство, как бы оно ни распространилось, оно действительно разрушительно, оно к разложению, оно, это болезнь с угрозой того, чтобы быть болезнью к смерти. Здорового рабства, пышущего, да, и румяного у нас никогда не было. За это как будто бы я готов ручаться, да. Ну, и вот последнее мое такое замечание, чтобы действительно мое выступление не затянулось, касается того, вот, ну, это уже ближе к, собственно, методологии исследования, да. Вот я, скажем, соотнес себя с темой России и свободы, с темой, как я уже начинал в своем выступлении так говорить, необъятной. И здесь для меня обнаружилось, вот, что свободу русскую надо рассматривать как минимум вот через некую такую дистинкцию, предполагающую три измерения свободы. Но начну с последней. Свобода может быть правовой реальностью, свобода может быть правовой нормой и формой, правовым документом, статутом каким-то и так далее. Это свобода, как некие фиксированные рамки свободы и как свобода, как некая признанная реальность. Это то, что я в своей книге почти по преимуществу оставил в стороне. А вот два остальных элемента для меня были чрезвычайно важны. Это вот я так разделю для себя тему свободы. Свобода может быть на одном смысловом пределе поступком, а значит подвигом, да, а на другом полюсе возможен так называемый опыт свободы. И вот опытом свободы я называю то, как реальность свободы дала себя знать, как она прозвучала в текстах. В текстах интеллектуальных, философских или философических, и в текстах художественных. Потому что, условно говоря, Достоевский или Толстой могут быть и несвободными людьми. Они могут ощущать в себе какие-то рабские черты и какой-то острой дефицит свободы. Но это вообще не значит, что они в своих романах не выразят опыт свободы сильно, глубоко, широко, смело, как хотите. Вот в этом смысле опыт свободы не тождествен с свободой как поступок. Свобода как поступок – это сложная реальность в каком смысле и в каком отношении. Всё равно имеешь дело с текстами. Всё равно, если ты говоришь о поступке, ты должен предъявить его в своей книге как извлечённой из некой текстовой реальности. Но вот, тем не менее, для меня это очень важно. Есть опыт свободы, скажем, в художественном тексте, а есть опыт свободы, ну, скажем, в историческом документе или в каких-то мемуарах. И вот в последнем случае, да, опыт… Это уже не опыт свободы, потому что мемуары очень часто являются текстовой реальностью по поводу нетекстовой реальности. Потому что если, ну, так, пример доведу до предела, если мне попался в руки некий протокол следственного дела по поводу какой-то дуэли, да, вот это текст о дуэли. Но всё-таки здесь над текстом господствует поступок или там подвиг, да. Вот здесь текст обслуживает не текстовую реальность. И вот это развлечение свободы для меня очень важно, да. И очень важно было для меня вот как-то для себя сопрячь. Есть опыт свободы Достоевского, там, Бердяева, Шестого, Толстого или Пушкина, а есть реальность свободы, там, скажем, киевского князя или дружинника, русского казака или русского дворянина или русского офицера где-нибудь во времена наполеоновских войн. Вот текстовая и не текстовая реальность. Они должны друг на друга указывать, они должны друг друга подкреплять и обнаруживать нечто, да, сходственное и единое. Если этого единства не образуется, ну, здесь приходится говорить о некой противоречивости русской свободы. Здесь остается сказать, что, скажем, наш опыт свободы – это одно, а реальность свободы – очень другое. Ну, главным образом, моя линия была как раз такая, что вот опыт свободы, вот не текстовой, а опыт свободы как поступок – это реальность очень сложная, это свобода со срывами, свобода, иногда, так сказать, антиномически расщепляющаяся на собственную свободу и рабство, но и наш опыт свободы в литературе, да, ну, скажем, нашу, я беру самое наше, самое свое и самое большое, опыт свободы в нашей художественной литературе, он тоже очень проблематичен. Но я только одну вещь позволю сказать. Вот знаете, если мы берем, скажем, западную литературу, на пределе ее достижений, да, так сказать, классиков из классиков, самые вершины, то на этих самых вершинах мы можем найти тексты, которые, по поводу которых можно сказать, а не о свободе, там свобода заявлена как первая реальность, там человек стоит в свободе и удерживается в свободе. Ну, таков, например, для меня текст Гетовского Фауста или Шекспировского Гамлета. Ну, вот Гамлет, покороче будет разговор. Гамлета сколько угодно упрекали, это давно стало общим местом в нерешительности, неспособности к действию, что вот мысль действует, рефлексия разлагает, да, решимость увядает и так далее. Но для меня этот текст всегда был текстом о свободе, потому что все, чем озабочен Гамлет, что является жизненным центром вот его шекспировской трагедии, это как остаться свободным, потому что проблема-то как раз в том, что действия, объективация ведут к утере свободы. Он должен остаться свободным, он будет свободным в шутовстве в своем, да, в минимум безумии, гораздо свободнее, чем он будет наследенным принцем, да, и так далее. Вот Гамлет и не решается действовать, потому что для него вот эта точка, где он замер в действии, накануне выбора, да, этого действия, эта точка все-таки самая свободная точка. А, скажем, Гетовская, финал Фауста, остановить мгновение, это прекрасно. На чем, на чем строится договор между Фаустом и Миссисофилем? На том, что, вот видите ли, Фауст ручается за то, что не наступит никакое мгновение, в котором он готов себя растворить. Он ручается, что нет для него некоего абсолютного состояния, в котором он достигнет полноты и некоторой завершенности. Но если ты делаешь такую заявку, ты делаешь заявку на то, что ты свободен, что первенствует для тебя свобода, что он есть альфа и омега всех твоих действий и тебя самого. Вот это испытание свободы и удержание свободы Фауст заканчивает не слишком благополучно. Гетов, простите, Гамлет заканчивает еще менее благополучно. Но за что можно ручаться? Это за то, что они свою заявку о свободе, скажем, удержали. Русская ситуация, мы не найдем у нас такого классического текста, текста, так сказать, художника первой величины, где бы не было срыва свободы. Я вот сейчас говорю об Алексею Невовичу Кириллове, это срыв свободы, это попытка выйти в сверхсвободу и не удержание себя в свободе, потому что заявка на сверхсвободу заканчивается для него рабством, заканчивается жалким, страшным, мистически ужасным тем, что он кусает палец Петра Степановича Верховенского, он кусает палец в дикой злобе и визжа внутренней, того, кому прикоснуться бы побрезгал. Вот заявка на сверхсвободу заканчивается таким радствованием. Если разбирать и другие тексты, где-то этот же путь проходит в попытке выйти в сверхсвободу и Иван Федорович Карамазов, эта же линия может прослежена быть и на Андрея Балконском. У нас не было действительно такого утвердительного опыта свободы, мы как бы в свободе не удержались, мы не были никогда благополучны в свободе и вот наша русская литература постоянно свидетельствует об этом, что мы, что герои наши, да, наши великолепные литература вот это испытание свободы не выдерживают. Линия сопряжения где-то обнаруживается. Ну, это я вот так очень перспективно коснулся вот этого очень важного для меня момента развлечения поступка подвига и опыта свободы. Ну, наверное, на этом я свой конспект завершу предположение подкрылищих вопросов, видимо. Пожалуйста, друзья, вот секунда, две, три, четыре, секунды, а вы можете, пожалуйста, вопрос? Можно вопрос, да? Да, Мой вопрос родился уже из знакомства с тезисами предложенными. У вас там есть такая загадочная фраза, которую я попросил бы прокомментировать, расшифровать. Свобода это слишком мало. требует разрешения во что-то другое. Свобода должна выйти в любовь, свобода должна выйти в творчество, свобода не культивируется. Вот в этом смысле свобода это очень мало. Свобода требует разрешения во что-то другое. Вот это наше. Так я понимаю, как бы нашу транспекцию свободы. Западная свобода не требует никакого разрешения, а особо античная свобода. Если я самодостаточный, я, будучи человеком, остаюсь Богом, выходить мне больше никуда не надо, да? Я божество. Смертное, но божество, да? И моя божественность отличается от божественности богов, скажем, тем, что Бог еще и всемогущий. Тема божественности это тема исполнения желаний. А я достигаю авторгии противоположным путем, через самое жесткое ограничение себя. То, что мне недоступно, для меня неважно, да? Ну, вот такая, вот такой, не только исторический по своему типу ход. В конце концов, есть очень немного, собственно, моего. Вот если мне этого очень немного, собственно, моего достаточно, значит, я Бог, значит, я покрысственный, я самодостаточный. Вот этой свободы мне не слишком мало. У меня уже, понимаете, у античного грека и у античного позже родили, но у меня вообще почти ничего нет. Все почти, знаете, все, вот у меня казнящий рук, но что-то осталось, и это все, это все. Зато, но вольвер, здесь уже никто не вступит сюда. Здесь автономная причинность действует безостров, кантовская технология, действует безупречно. Вот это и значит, что свободы достаточно. Мы в этом отношении полная противоположность опыту западному остальному и не только античному веществу. Вот в этом смысле свобода слишком мало. Прошу, Михаил, подсказываю. Пожалуйста, что же все-таки в вашем понимании такое свобода? Потому что вы все время повторяете реальность свобода, реальность свобода. Это вот что-то такое сущность, то есть вещь, или состояние, или способность, или отношения. Что-то приросло, что приросло. Трудно после московской вести давалось, что давалось? Потому что все время как будто бы вот что-то неуловимое, что можно понимать. И вот Кириллов своей волей заявляет. Такая характеристика воли, то есть произвола. С какой же реальностью мы все-таки имеем дело, потому что если мы этого не определим, тогда трудно сравнивать русскую свободу с английскую. эту свободу и радость, потому что все время как-то плывет и переливается. Ну, вот знаете, я позволю себе не совсем с вами соглашиться, потому что когда я говорю о монтичной транскрипции свободы как самодостаточности, мне кажется, на данном случае свободы не есть вообще совершенно невыломая реальность. Понимаете? Если давать так называемое определение свободы, я боюсь, как-то не знаю кто, потому что дать определение это вообще заниматься пустым делом, но вот все-таки конкретизация, да, можно определить свободу через эти ряды хатами. Я вам предполагаю три бинарных оппозиции, хотя их может и больше быть, но три. Есть свобода и необходимость. В рамках бинарной оппозиции свобода и необходимость, свобода и нет, потому что здесь сразу свободы необходимой собственной природы, например, свобода не будет в этом случае личностной реальностью. Свобода личностной реальностью. И вот если она личностной реальностью, то нам остаются две основные дихотомии. Это свобода и рабство, вот она фундаментальная, да, свобода, я есть источник собственных действий, я самоопределяюсь, я обладаю самобытием в рабстве, я есть некое производное от другого, я сам пребываю вне самого себя, но это идет от Ревстопеля, открываем его политику, буквально первая глава, что он там говорит о рабе, раб не может предвидеть свои действия, да, дальше начинается пояснение, что рабство, раба, это для него благо, потому что, собственно говоря, есть некое подобное тело, душа его является бесплатным, и так далее. Вот дихотомия свободного и раба, мне кажется, особенно тут не надо поделиться, она что-то открывает, это не определение, да, это какая-то неиследимая глубина, но это наша импулиция, она у нас что-то одинаково. Это еще одна дихотомия, она покажется гораздо менее значимой, чем это, но я вам совсем не могу пренебречь, знаете, мы говорим свободный человек, да, а потом говорим, а есть еще скованный человек, да, есть человек, который ведет себя свободно, а есть человек, который ведет себя неловко, да, это тоже свободно, потому что в данном случае, конечно, есть еще не обосновленные причины, конечно, Я в данном случае не о самодеятельности, не о том, что ты источник самого себя, а здесь несколько другой акцент. Здесь акцент на том, что моя выгодность, мое самоизъявление, мое от себя исходящее действие образует меня как другому. Я не самоплодирую речи в своих действиях, потому что если одно мое действие в качестве автономной причинности, в качестве самодеятельности будет удовлетворять этому критерию, я сам источник своего действия, а другое тоже буду удовлетворять, и эти действия будут наслаиваться друг на друга, перечеркивать друг друга, конечно, свобода зачеркнется. И в этом смысле я не буду пренебрегать вот этим. Есть свобода, есть сковность. Есть свобода, как некая непосредственность, но это не совсем точно. А вот есть такое вот, зажатая смерть. Ну вот если я вам дикотомию предъявил, а вы мне сказали, что свобода совершенно непонятна, вы позвольте мне с вами и согласиться. Другое дело, что я соглашусь с вами, что это наметка, да. А что же вы от меня хотите, чтобы я тут уже бездна свободы неследимой взглянул? Но это не для уха, это уже для чтения текста. Простите, пожалуйста, пожалуйста. Если я правильно понимаю, то, убираясь на положение всю мою нашу совет, которая приписывается либо Геанту, то есть приема, либо Степону, представителями Гарской школы, вывели положение о самодостаточности как характерных признаки античной свободы. Но насколько это было типично? Не было ли, наоборот, это исключительно в случае как раз, в котором все изумлялись и удивлялись? Изумлялись тому, что все равно мы уже с собой. Именно это же было как раз нетипично для массового сознания. Поэтому был ли это характерный признак античной свободы? Понятно, я вас спросил. Понимаете, было. Но только давайте точнее, в каком смысле, в каком отношении. Если это было для Алисаса, если это было для лучших, если это было вершиной человеческого, этого достаточно. А если все мои остальные простые смертные на это не тянем, важно то, что если мы отдаем этому долгое как человеческой вершине, как человеческой божественности, значит, это уже как бы античное понимание свободы. В конце концов, понимаете, что такое предел свободы? И в античном смысле, не только в античном смысле, но, скажем, в первом антенции тоже. Предел свободы, на каком силу тебе проявляется свобода? Где свобода себя утверждает в полоте? Она утверждает себя в полоте, как я уже говорил, в подвиге, да? А что такое подвиг? Это канун гибели. Где человек предельно свободен? Вот тогда, когда сейчас, 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 и меня не будет. Если в это время я, и в это время тоскливый смертный холод не обрюхал в камне тела, если в это время я принадлежу к себе, я обращу к себе, если я монолитин, как монолитин внутренний, ну, скажем, утарка Брукс, накануне того, как он бросился на меч, вот я свободен. И свобода есть в том, в смерти. А потом вы будете совершенно правы. Вот скажите, а где эти Бруксы? Да, где Брук-то бросился один, а его садоварищи, да, там, вот, в осорблённой эти перепрости, они на него смотрели, а он говорит, что релеет их, поскольку они будут запамят, но у него свободу. Он один, может, для всём своём войску, но он, это самое главное, всё остальное переводится. Вот если этого не будет, ничего не будет. В этом смысле. Вареньев, пожалуйста. Вот вы рабство противопоставляете свободе, а ведь можно другую вот раскрыть. Вот в Священном Писании эти люди делятся на рабов, наёмников и сынов. То есть у них другой стимул. Раба – страх, наёмник работает ради награды, а сын – ради любви. Вот как в вашей концепции вот такое понимание рабства, и тут свобода. И тут не две, а три, получается. Ну, видите, вот эта деференциация, в данном случае, как бы, изменяющая вас. Потому что если мы возьмём в одном ситуации библейскую, да, все мы рабы Божьи. Это же исходно. Понимаете, мы рабы Божьи. Это наша антология, так сказать. Но если мы берём, если мы берём, например, на свет, вот эту новую, мы ещё сыны Божьи. Мы рабы по природе, и сыны Божьи по благодати. И вот здесь-то, да, как раз совсем иначе произволится Древневосточная Вимка. Есть противопоставленность не свободного и раба, а есть противопоставленность раба и божества. Вот она работает. Понимаете? Мы рабы Божьи не потому, что Бог нас держит в ковах или вот со своей этнической воздействием на нашем движении, не потому, что без Бога не до порога. А мы рабы Божьи, потому что мы тварные. А создание и создание из ничтой – это одно и то же. У нас нет антологии. Мы сомы такие. Мы нет, которое стало есть. Вот мы, вот нас встали. А если это так, то, собственно говоря, это и есть знак нашего рабства. Рабство – это ничтойность, ничтойность. Вот это исходное в теме раба, а не какое-то угнетение, не какое-то ограничение свободы. И когда я имею рабство свободы, очень поздно, антично, совсем невосходно. Это ищет вопрос. А знаете, поясню вопрос. Ведь в этом утверждении говорится, что люди неравны. Что вот одни по природе рабы, ими движет себя страх, а ради страха они все делают. Другие по природе наемники, они ради чего-то делают, ради награды какой-то. А третьи делают по любви, к своему делу или еще к чему-то. То есть изначально доказывается, что люди неравны между собой. Не от Бога, а вот сами по природе понимают. Простите меня, рабы неравны по природе. Одни из рабов рабы, другие из рабов наемники, а другие от дети. Вот и все. Здесь ничего другого не сказано. Затем. Я не говорю, что не рабы, не рабы. Вы сказали, что Киевская Русь была страной не свободы. Наоборот. Наоборот. А Московская церковь была раз. В отношении к чему Киевская Русь была свободой? В отношении к европейским странам или к Московскому царству? В отношении к чему Московская царь была раз. Где точка отщепла? Ну, знаете, если говорить, скажем, о Киевской Руси, то это адхарическая свобода. И эту свободу я для себя в обязательном порядке, что называется, разделяю на свободу княжевскую дружину. Это одна транскрипция. Другая свобода, это земская свобода. Она, в речи, вечевая. Вот их надо всегда рассматривать по-разному. Но если мы возьмем дружно-княжевскую свободу, то она в огромной степени совпадает со свободой вот адхарические данные средневеков. Это так и самая свобода. Что ее определяет? Ее определяет, ну, какая ситуация. Скажем, полнурга и дружинника. Полнурга и дружинника связывает... То есть, по отношению к чему Киевской Русь была свободой? По отношению к европейским странам? Вы знаете, по отношению к себе. По отношению к европейским, да, она была... Знаете, вот здесь надо говорить. Есть свободный Запад, есть свободная Россия, Русь. Вот, а потом надо уже говорить о каких-то нюансах, о каких-то деталях, которые их разводят. А это, как бы, культура, которая одинаковой степени базируется на свободе. Наша свобода обременена больше арканикой ввиду блокирования такого античного наследия, потому что для нас античность дочерпнее, а для Запада это мы сами в прошлом. Вот здесь можно разводить, да. Если говорить, по отношению к кому и к чему... Ну, давай я попробую. Примените так по столь вскруси. По отношению к кому и к чему рабствует Московская Русь. Я бы не так, конечно, ставил вопрос. Я бы ставил вопрос о своей власти нашего рабства, старомосковского, в том отношении, что наше рабство патриархальное. И вот то, что рабство может быть патриархальным, а может быть не таковым, да, античное рабство, скажем, не патриархальное, наше рабство было патриархальным. Вот такое противопоставление я готов сделать, да. А что значит патриархальность отношения московской Руси? И почему Московская Русь патриархальная и временно рабская? Вот это я готов видеть, потому что, вот понимаете, мы говорим патриархально. Ну, патриархальность семейная. Семейная, значит, есть некая теплота отношений, есть какая-то родственная связь. Значит, присутствует некий бог любви. А тут рабство. Нечто холодное, давящее, огнешняющее, отчурдающее. Но вернемся к тому же Ристофель. Ристофель, опять-таки, в самом начале своего траката, что заявляет? О том, что нормальные семьи обязательно присутствуют. Он, мужчина, она, жена, потом у него идет раб, а потом ребенок. У него раб в непремяночной семье. И рабство, и патриоткальность в этом смысле очень даже сопряжима. И вот если говорить все-таки о своеобразии нашего рабства как патриоткального рабства, то здесь надо вводить характеристику русской культуры, которая вообще пока еще не вводила. И здесь, может быть, будет дистанция по отношению к Западу. Потому что наша линия и Киевская Руси, и Московская Руси, а часть Петербургской России, она одна и даже в том смысле, что для нас норма и форма человеческих отношений, да, культурная форма, и архитив, это семейство. Вот мы были в Киевской Руси народ семейственный, мы были в Московской Руси народ семейственный. Другое дело, то если все это говорить о предельно общей схеме, то, вот скажем, мы, русские люди в Киевской Руси, это братья, наше отношение горизонтальное, братство или побратимство, а в Московской Руси отношение отца и сына. Там горизонталь уступает место вертикали. Вот когда у нас наступает вертикаль, вот тогда наступает вот это самое рабство. Но семейственность сохраняется. И вот то, что наша свобода была, так сказать, неразлучной семейственностью, у меня есть сильное подозрение, конечно, это не поздно, куда мне, чтобы добраться до всего, да, для меня есть подозрение, что здесь вот ровно здесь прыгает. Здесь можно попытаться найти уязвимость русской свободы и учили в нее, потому что, ну, если брать, скажем, ситуацию... Вполне удобно, я думаю, я говорю, спасибо. Спасибо. Вот, да, Викторий Леонидович, пожалуйста. Владимир Александрович, вы угадаете, что свобода – это приводит изменения русской культуры. Рафа для нас, как бы, ну, Россия не страна рафа, да? И вот аргументируется тем, что страна рафа видит. И вот, ну, человек не свободен, это вообще просто нечтожная вещь. Александр Александрович, я не говорю, что там не свободен. Там нет измерения свободы. Тем более, но там противоставление просто ничтожность, дорогие бога. Но вот Русь, она ведь православная, настолько на зуму, как она именно русское государство. И в собственной реальности, именно даже не богословие, а реальности православной жизни Руси, она как раз прививает сознание греховности, ничтожности. Я знал вот одного западного человека, впрестившегося сюда православного. Он говорит, я не знаю, что он не играется. Я сейчас так говорю, а он говорит, нет, ну, ты весь в грехе, ну, что ж, ладно, что ж. И вот в этом отношении только действительно, как бы, у Владимира Зарёв, чем-то режимы божьи ласкали. То есть только божественными мерками, как видите, там от фараона, жив человеком тоже здесь. То есть получается у них противоречие. В таком случае в этом определении тоже, как бы, страна работает. Так, друзья мои, пожалуйста, вопросы, да? Вопросы, не примечания, не комментарии, не пояснения, только вопросы. Вопрос такой, вот Арина Родионовна, она свободная или рабыня? Вот, вот, ясный вопрос. А вот если её дать больную, она станет свободной? Ещё раз, второй вопрос, я наслышал. А, вторая вопрос. Арина Родионовна, она рабыня или свободная? Она крепостная. Ну, как вы её определите, рабыня или свободная? Если ее дать больно, она станет свободной? Именно ваше. Ну, видите, насчет один религий, это, так сказать, очень частный случай. Когда американцы освободили негров в начале Гражданской войны, в то же время 19 века, они перестали быть рабами, но они стали свободными. Свободными они стали, для этого не все, только в 20 веке. Потому что то, о чем они все приходилось говорить, и раб — это не свободный человек, народу наложенный Бога. Поэтому убрал цепь — и он свободен. Раб — это совершенно другое измерение. Раб — это доличностное измерение. Вот когда в негре, вот этом забитом, да и вырезанном за какой-то там стеклянные бусы, сапплодируемые сахары, когда в нем личность кристаллизуется, вот тогда он будет свободен. Салина Регионовна, я разбираться не буду, потому что я не очень посвящен твоей биографии, а вот, знаете, если выпьем долгая старушка бедной юности моей, конечно, она не раба. И вот рабство как социальный статус, рабство как правосостояние, в данном случае крепостной христианин, это одно, а реальность культуры — это другое. Если я позволю пример вам привести, потому что у меня их книжки есть, знаете, пример, который для меня очень важен, вот для понимания нашего русского рабства и нашей русской свободы. Евгения Екатерина Романовна Дашкова вместе со своей, ну, так сказать, названной дочкой Марты Бельмонт приезжают в свое огромное, богатое, пригородное под Москвой имение. Они там должны провести лето. И вот их встречает там дворная, да, это то, что я сейчас говорю из письма Марты Бельмонт своей сестре. Когда их встречают эти самые дворовые женщины, то одна из них целует ей руки Марты Бельмонт, перепутывая ее с княгиней Екатериной Романовной, потом, когда ей объясняют, кто здесь на самом деле княгиня, она тоже подходит к ней, целует ее руки, потом поднимается с колен и целует ее в обе счет. Понимаете? Ну, что за этим стоит? А за этим, кстати, очень, одна очень тонкая вещь. Понимаете, приехала она, да, вот царственная особа, к своим рабам. Но как облачивается ситуация? На самом деле она в гости приехала. Потому что вот это невеликолепно, она не любуется Марты Бельмонт, она видит в них царственность, грасть, она видит в них достоинство, она видит безупречность вкуса, как они одеваются. И вот у нее в конце концов все заканчивается прямо противоположным. Это они царствуют, это они полната жизни. А к ним приехала в гости Екатерина Романовна. Это крепостные, как ее встречают. А потом вы мне скажите, кто из них свободен, и кто из них беденствует. Вот в этот момент беденствуют христианки. Если разбираться не на уровне, так сказать, социальности водоперевод, то вот такие вещи очень даже возможны. Спасибо. Прошу вас. Прошу вас. Хочу вам сказать, поблагодарить за ваш замечательный доклад. Мне кажется, только... Вопрос. Очень, очень маленькая, кстати, реплика. Да, помешало воспринять вашу все-таки термин рабство, тем более, которые там сложно применить, характеристики культуры как киевской Руси, так московской Руси и петровской Руси. И с этим вопрос, после краткой тоже опять, так, введения в тему, будет следующий. Что касается московской Руси, чтобы говорить о ее рабстве и свободе, чуть-чуть надо бы как бы вжиться было в образ и понять смысл, каким образом думали, ощущали себя москвичи того времени, те же русские люди, как, собственно, и мы. Они себя рабами, в том смысле, как вы говорите, конечно, считали. У них главный принцип был как раз, принцип служения, который очень напоминает принцип монашеского поведения по уставу монастыря. Значит, каждый исправляет свою службу. Крестьяне служит, дружинник служит, боярин служит, царь служит Богу. Все за друга в этом смысле ответственны. Вот сейчас короткий вопрос. Фетровское время, как раз, принцип отменили, когда освободили от службы дворян. Тогда появилась элементность, скажем, когда условно говорить о рабстве. Не кажется ли, что вы наберутыли в связи с этим как раз? Рабство элементность. Появились в Петербургской Руси, а Московская свободная была гораздо. Графточек земских, с управлением городов. Спасибо. Ну вот, понимаете, это, конечно, сфера, где я не историк, где я, вот, не ошибка-то учен, но, вот, нет, я по поводу определенной речи, я говорю, вполне, совсем не, как я себя не считаю. Вот, видите, в чем дело, по поводу земских соборов, как раз принятые в исторической науке, сейчас какие-то более скептические оценки. Раньше их слишком легко отразвисляли со словно-представительными учреждениями Запада. Сегодня говорят, например, о тех соборах, которые, земский, который собирал, скажем, Иван Дрозный, как очень сомнительные вещи, которые, в общем-то, не были хотя бы подобием некого властного учреждения, которое могло бы не только соперничать с Иваном Дрозным, но хотя бы иметь в пользу свой голос, да, и вот, собственно, если вернуться к тому, что вы сказали, каждый слух, давайте вспомним еще одно словосочетание, а его, кстати, Василий Васильевич включает, что еще не было употреблять, у каждого со словами московского языка было свое государство тяпло, это было тяпло, это была служба государю, но служба рабов и холопов, своему господину, своему царю, они ощущали себя его рабами, хотя и он себя ощущал рабами божьими. И вот здесь бы я, я не буду сейчас противопосадовать это Петровской Руси, хотя мне кажется, вот, ну, ну, совсем другое, чем у вас в голове. Знаете, вот что такое служение, скажем, в западном смысле, да, от служения как государь-то тяпло в московской Руси? Вот этот самый василитет. Василитет – очень тонкая, очень интересная вещь. Когда вассал, вкладывая свои руки в ладони Сюзерена, он признает себя его слугой. И вот действительно, как бы, ну, все обаяние василитетов в том, что отношение вассала-слуги и отношение господина Сюзерена остается отношением свободных людей. Это служение свободы. Я сам выбираю себя хотя бы номинально Сюзерена, я могу расторгнуть эту связь, и я не только, не образую не только его войско, но и его совет, да. Мы, как бы, социально неравны в предположении некоего аналогического равенства. Это равенство подчеркивается одной вот такой, ну, правовой, одним правовым действием – это Алдария. Алдарии, может быть, война вассала Сюзерена. Вот это нашему русскому уморщику уже дается. Как это? Вот этот вассал, вассал на короля, да, у них было несколько битвов, потом они помирились, и он, наверное, там еще какие-то преференции дал. А как же так? Вообще-то голову надо давно отрубить. Это марта, это страна московская. Но это же, понимаете, что произошло между вассалом и Сюзереном? Между ними, Алдария, судебный поединок. Это суд Божий. И вот они там судятся, а они родные, понимаете? У них есть какое-то равенство свободы. Вот здесь служение и свобода, да, вассалитет, в частности, преодолевает семейственность, которую мы не преодолеваем. У нас, если я скажу, что Московская была большой, огромной семьей, ну, конечно, это будет сентиментарность. Она не огромная семья, но по образу и подобию, по архетипу семейственности выстраивается Московская. Есть всегда, есть царь-батюшка, есть всерусский отец, он венчанный супруг с русской землей, и мы все русские дети. Это, конечно, патриотальность, и это, конечно, рабство. Только не обязательно рабство представлять, как некая определенная грубая, там, акула и все такое, истощенные тела и так далее. Нет, это не совсем одно и другое. Подвольте мне два вопроса. Петр Александрович, вы строконны с философской исторической концепцией «Икек или мать, садили Данилевского шпензера». А второй вопрос, Чартаев врал? Чартаев что? Врал? Лгун? Чартаев? Давайте начнем с Чартаева. Чартаев по ту сторону, истинные заблуждения. Чартаев – это не прямое высказывание, понимаете? Поэтому Чартаеву надо разбираться. Он врал, но он прав. Он прав, но он врал. Где-то вот через этим. Я так не могу, может, и ты веришься, да? Мы не чувствуем. А, значит, на второй вопрос. Мне приходится, знаете, почему? Потому что, ну, в всяком случае, Шпензер и Николай Яковлевич, это очень разная величина. Нет, я имею в виду принцип подхода к единой вторе. А я не могу и ставить один ряд, понимаете? Потому что один гигант, а другой там другу, но гигант. А вот Деневешский обнял за коленку этого Шпенгеля, а мы с тобой, говорите, сторонники локальных цивилизаций. Нет, нет, я не могу так. Нет, нет, вот Шпенгель, пусть Деневешский будет в своих масштабах без, а Шпенгель пусть без. Неоглядно. Я пил за Шпенгеля. Итак, сторонники Гегеля или Шпенгеля? Да нет, это занятия какие-то, я не могу ответить. Пожалуйста, Борис Ведимович. Я хочу спросить, насколько анализ, который вы делали, может быть свалифицирован как анализ в сфере исторической лексикографии, то есть и в сфере русского языка, то есть вы проанализировали кто, как, когда, зачем, почему использовал слово «свобода». После такого анализа, ну, естественно, мы лучше будем в драматической или в специальных отзывах. И можно ли представить, что если бы вы сделали такой доклад собранию систем искусственного интеллекта, то они тоже бы научились потом подменивать информацию, квалифицировать деятельность друг друга, используя... Ну, вот, знаете, я вам разный ответил, на что-то искусственно. Вот в твоей аудитории, когда вы не предлагаете, они бы меня очень возможностей ревью. И знаете почему? Потому что вот это очень опасная ситуация. Вот придешь в какую-то специальную аудиторию, и тебя начнут есть поездом за то, что ты дилетант. Понимаете? А я куда только не забирался. Я забирался в древнюю русскую литературу, забирался в Челософию, я забирался в Богословию и так далее, и так далее. Соберите мне вот эти аудитории, и каждый из них станет, что я вообще однагрел, и где-то туда, куда мне не след. Я очень боюсь этих специальных аудиторий, потому что проблема незрешима. Знаете, как взъявился Мишкин Федоров на Шпенгера за его книгу? Да это что-то безумное, это вообще говорить не о чем. И самое грустное, что Мишкин Федоров был прав. Но прав как специалист, не девиц. Так вот, зачинать из школы, а навык. Но дело в том, что Шпенгеры-то нужны. Потому что, ну, все-таки кому-то надо же попробовать. Да, вот какие-то линии соединения. Вот я, наверное, видел свою задачу, и мои скромные возможности были направлены именно на это. Потому что, понимаете, вот здесь, скажем, пишут о России книги, да, вот пишут специалисты. Один в одной области русской истории, другой в другой, третий в русской литературе. А все это, так, презумпция чего? А я читатель, я должен все это читать. А вот презумпция та же. А вот читатель разберется. Вот он прочитает, и минуту на нету, он прочитает историю, прочитает историю русской философии, и составит для себя целое. И ничего не составит. Что-то же должен составлять. А я вот, когда писал свою книгу, воспринимал себя как читателя. Понимаете, как читателя, который, прочитав, внутренне обязан составить некое историческое представление. И поэтому, ну, может быть, тут что-то будет, какие-то уши моего дилетантизма выпрут, но я сразу себе поставил в проваленное положение. Я хочу целого, я хочу выдать некую интуицию по поводу русской свободы как таковой. Значит, я подвижу уничтожение специальной аудитории. Вот. Ну, расскажите, вот мило поднимала руку, а потом я дам вам и... Петр Александрович, мне бы хотелось направить Вашу мысль на сегодняшний день. Это будет мой первый вопрос. Ну, мне кажется, на сегодняшний день мы раскованы. Мы как русские, мы как общество, мы раскованы. Но свободны ли мы? Это мой первый вопрос. Ага. Ну, вот, не случайно, я понимаю, что это понятие гармонии. Расковаться ведь можно очень по-разному, потому что есть раскованность как тема хаоса, а есть раскованность как тема свободы, да. А того же как, если я сейчас раз вспоминаю, ну, это дисциплина духа, да. Свобода эстетична, свободное непрерывное самопреодоление, да. И свобода знает вот такие вот вершки, такие цветы, когда становятся такой спонтанностью и игрой. Но за ней всегда стоит эстетическое, да. Это, если ты в свободе зачерпнул от чего-то такого, от какой-то божественной гармонии, не забывай, потом опять дадёшь утрубиться. А вот та раскованность, которую вы говорите, ну, нет, это уже по ту сторону культуры. Это конец, это жизнь после смерти. Так что называется раскованность. Да, пожалуйста, Анасов. У меня такой вопрос, который... Вы такой тезис произнесли, что у нас, для нашей культуры, да, вот, рабство – это болезнь. А как вы оцениваете эти энергетические смыслы, таких слов в русском языке, как работа, работник, рабочий? Да, совершенно однозначно расценивают, да. Рабочий, работа, раба. Да. И, может быть, вы просто, понимаете, уже в новых сетях были в тот частный координат, где работа, рабочий труд понималась как некая высота, понимаете, как будто что-то чуть ли не самоценное и самоцельное. Но давайте все-таки немножко распахнем исторический контекст, и мы увидим, что, вообще-то говоря, для античности досуг, да, обладает фронтой. Досуг или битва. А работа, она рабская. Вот они это точно знали, да. Сказать, что для христианина работа рабская, в этом смысле можно, рабство, потому что вы рабы Божии. Но для христианина работа или труд, как это у нас еще демократично, да, это дисциплина духов, в том смысле, расхитическая. Потому что такой смысл в работе, в труде, в том, что он убегает от праздности, что свои пороги куда-то, да, вот, извергает из себя. А, скажем, дать труду достоинство высшей ценности, я не готов. Всегда, где-то, на ризунке, всегда будет маячь, рабство, да. И труд очень легко попадает в рабство. Очень легко. Хотя далеко не садится. Простите, вот, барышня, и за вами потом. Барышня студентка, Светлана. Петр Александрович, скажите, пожалуйста, вы выделили три типологических признака русской свободы, да? А вы не касаетесь вопроса такого, широко страненной на Руси, явления юродства? Вот, по-моему, там сочетаются все три признака, да еще и не только они, а туда же еще и мое само от себя исходящее действие, и авторкия, и жажда гибели, выбор. И все, что у нас. Да, и все свое нашли с собой тоже. Если мои инстанции не верны, поправьте, пожалуйста. Как вы думаете? Ну, вы понимаете, такие вещи, как юродство, они так задают, потому что юродство, ну, если бы я был славный человек, то для меня юродство как минимум сверхкультурная реальность, понимаете? Юродство надо рассматривать не в обращенности человека на человека. Юродство предполагает свободу, оно предполагает больше, чем слово, оно предполагает благодать. Юродство, как путь, один из пути святости, не магистраль, не царский путь, да? Это встреча свободной благодати. А вот таких вещей я не касался. Я думаю, теологические разговоры. Спасибо. Приходите. Вопрос, скорее, к вашим тезисам. А, пожалуйста. Я не понял, какое место вы отворите монголо-натальскому игру ваших построений? Ну, вот простейшая схематика, которая пределилась. Была Киевская Русь, была Московская Русь. Московская Русь существовала всего 20-го столетия, но в некотором мире был промежуток. Вот это вот, так называемое, я предпочитаю, на этот 12-м день. Это особый период, да, который уже не киевский, но еще не московский. Это не эпоха. Это отчасти крушения, отчасти катастроф, отчасти безвремения. Ну, вот тут какие-то такие слова нужно искать. Вот по части свободы, да, здесь, ну, так все перемешано. С одной стороны, уровень Алдынского ига состоит в том, не просто даже в том, что, вы понимаете, даем дань. Не просто в том, что угоняют в плен и неволю и так далее, всякие набеги, а в том, что вчерашний свободный человек стал врагом. Это не тот, кто возродился врагом. И вот свободный, ставший врагом и принявший свое рабство, это катастроф, это смерть. И вот, собственно говоря, выход для Руси и России, в данном случае, был один, да. Он воспринимает себя врагом Алдынского хана, а он воспринимает себя врагом Алдынского хана, потому что Алдынский хан для него царь. И еще в 15-е древние алдынские ханы царили, а царю надо служить, и надо служить за страх и за совесть. И это вроде бы рабство. И надо падать вниз, как падали русские князья в Албе, как об этом свидетельствует, в частности, вот, скажем, жидия Михаила Черниевского. Но выход-то в чем? Опять-таки, понимаете, не то, что это для каждого, это для единиц, но он конститутивен. Выход в том, что мое рабство на меня у Алдынского царя, у царя Ирода, это есть форма послужения Богу. Потому что здесь я послушаю свою Богу. На самом деле, рабство царю покрывается послушанием Богу. А значит, я в отношении к царю, в каком-то смысле, Алдынскому, принимаю его, остаюсь свободным. Потому что Михаил Черниевский, где и говорит, что он делает, отказывается поклониться огненному куску, потому что это отрещение от Христа. А теперь, говорит царь, поклонюсь. И почему он ему поклонился? Потому что здесь нет катастрофы. Потому что это гнев Божий. Потому что это Господь упустил. Значит, можно в рабстве, не то, чтобы быть свободным, но можно в рабстве не оставаться рабом. Это один момент. А второй момент тоже очень график и очень конструктивный. Понимаете, вот парадокс Алдынского ига состоит в том, что он, удивительно, как мало, первые десятилетия, может быть, десятилетия, повлияло на внутрирусские отношения. Потому что у нас большую часть Алдынского периода дружина оставалась свободным сословием. А вот когда Алдынская ига исчезла, то воинское сословие стало уже не свободными людьми, а государственными холопами. Они стали рабами, как и другие. Они тоже стали крепостными, только у них своя крепость. Вот это парадокс. Это какая-то инфекция Алдынская, безусловно. А вот во время Алдынского ига, ну, там есть и вечер в городе, да, и право отъезда вот этого самого боярина или дружинника другому князю. Он свободен. И вот Алдынцы свободы под этой грузами, в общем-то, не касались. Они убивали, грабили и оставляли нас свободными. Вот это какой-то парадокс. А существует линия-то была такая для меня, более-менее очевидная. Это та, что московский царь стал нашим родным ханом. Вот Георгий Петрович Федорович однажды, у меня мурашки по коже пошли, но я чувствую, что это правда. Да, он назвал русского царя московским ханом. Это, конечно, игра, здесь что-то и подходящее, но что-то в этом есть. Конечно, с Алдынским ханом, царем у нас, приходит, отряд ханности не было, но ханская девикта в этом есть. И вот мы получили рабство московское после того, как и СССР для Алдынского рабства. Где-то вот такая у меня схема здесь, в самом общем-то. Так, Росислав Николаевич, пожалуйста. И давайте с вопросами как-то так. Игорь, очень хочется задать, тогда коняк. Петр Александрович, Ваши тезисы отрываются в таком свобода, реальность и измерение русской культуры. Будет ли правильно, с Вашей точки зрения, такое положение? Свобода, реальность и измерение любой культуры? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Древний Восток – это рабство измерения культуры. Только, дорогие, не пугаться этого, потому что рабство здесь имеется в виду прежде всего как бы анталония. Да, человек – рабство, рабство, и человеческое на Древнем Востоке бесконечно умырено перед Божеством. Это ситуация Древнего Востока. Вот если мы после этого дойдем к античности, мы увидим, как сближена небо и земля для Греции, где боги и люди, да, они находятся на разных ступенях лестницы одной и той же. Конечно, боги далеко-далеко, а мы люди внизу. Но это лестница. А на восток, скорее, тегатей, контологические пропасти, между ними. Хотя, фараон Древнего Египта – отец и мать египтян, но это, в общем, как бы небо не спасает. Это старый алкаический титул, его еще тот, первобытный. На самом деле, вот в этом отношении нет, понимаете. И вот, знаете, уже чего, в общем-то, не люблю, позволил себе просто намек из так называемой современности. Когда американцы все-таки решили следить на Саддама Хрусей, мы видели туда войска, и все это устроили, они из чего исходили? Они исходили из того, что свобода является измерением любой культуры. Вот поэтому, если снять ковы с рака, если убрать это чудовище Саддама Хрусейна, ну, вот, они начнут делать первые шаги к свободе. Они такие шаги сделали, что нужно когда-то убраться, потому что свободу туда не внесешь. Это не измерение культуры в данном случае. И это не значит, что они, как бы, в отношении свободы вообще невменяемые, что никаких сдвигов никогда не будут, никогда не будут. Но они, наверное, в основном веку не будут. И напоюсь, что никто из присутствующих даже на этих намеках еще не доживет. Возможно, будут сдвиги, но пока это культура, да, которая вот эту Древневосточную Риму все-таки длилась. А Древний Восток для вас только едет, или Индия и Китай? Вот, знаете, Индия и Китай, с Рашунс, очень уверен, да. А с Ближним Востоком поближе немножко знакомы. Вот такая у меня ситуация. Пожалуйста. А сколько я понял, в настоящее время в России обозначили дальнейшее молчание, там, в этом всем периоде, когда несвобода торговизма в души из России, дальнейшее молчание. Могли бы вы подкомментировать настоящими и ближайших перспективами, а не спокойно, а в России, значит, дальнейшее молчание. Что дальнейшее? Это не я сказал, а в Шичкирс собрал. Я приснился от него, правда. Алкадий заговорил красиво. Понимаете, вот, ну, симметика такая. Было три великих культурно-эстетической эпохи. Киевская, Московская, Петербургская Россия. Большевистская Россия – это не тип культуры, это не эпоха, это выпадение из истории. Вы скажете, это оценочное осуждение, история такая какая она есть. Нет, понятия история – оценочное понятие. История, когда что-то происходит от смысла. И вот, а большевистская Россия – выпадение, а кто мы сегодня такие? Как нас волкировали? А мы, вообще-то говоря, постбольшевистская Россия. Мы катафортическая, если ничего не могу сказать, только апофальтика. Мы постбольшевистская Россия. Мы не большевистская Россия. Мы не, но, в общем-то, большевистская Россия. И она сегодня, в строгом смысле, нечего. Вот если, например, просто надо очень краско попробовать для себя сформулировать, а какие человеческие типы, типы индивидуального существования, сегодня могут нести какой-то намек на свободу. Есть ли такие типы? Ну, у нас самые яркие типы – это, скажем, тип индивидуализма, нашего русского, совершенно не торжественному западному, и тип криминалитета. Ну, вот, загулявшийся криминал, загулявшийся похранник или уголовник, это сегодня вот наша платья свобода. Это вот та воля, которая уже не воля. Вот если что-то составляет со свободой, то такие типы. А что остальное, оно совершенно невнятно. Оно просто вот где-то там стерлится в какой-то дымке. Для детей ничего не способны. Более нет вопросов. Я так понял. Ну, и замечательно. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Могу быть, вам... АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Друзья мои, я хотел бы напомнить, что нужно не злоупотреблять временем. Самое большое это 3-4 минуты для выступления. Ну и разумеется, по существу тех вопросов, что были затронуты Петром Александровичем. Я хочу, прежде всего, поблагодарить Петра Александровича за весьма интересный доклад и за тезисы, которые дали возможность подготовиться. Поскольку Петр Александрович как раз сказал, что он в своем исследовании не затрагивал вопросы правового пространства и правовое понимание свободы, я как юрист и социолог хотел бы, может быть, немножко предложить вам взглянуть на эту проблему свободы в аспекте нашего законотворчества. Ну, западное слово «свобода» означает законное состояние гражданина, не нарушившего закона. То есть, свобода есть ограниченное законом пространства человеческого своеволия. Когда свобода твоя, да не будет ни свободы ближнего твоего. В русском понимании слово «свобода» родилось от понятия «слобода». Возникло в так называемых самоуправляемых ремесленных поселениях, в пригородах, феодальных городов, где не было крепостной зависимости. И свобода означало некий свод правил цеховых, так сказать, и признание того, что сосед имеет не меньше прав, чем ты. Понятие воли исконно русское и непереводимое. Есть только в русском языке, и связано оно, и, разумеется, как уже говорили здесь, с географией бескрайних русских степей. Воля не знает границ. Есть божественная воля, царская воля, казацкая воля. Казацкая свобода не существует. Это оксюмарон. Поэтому вольность можно определить как свобода от свободы. Если на Западе юридическое право, римское право, возникло в V веке как право свободных и равных граждан, то первый свод законов «Русская правда» возник спустя 7 столетий в 1280 году и узаконивал социальное неравенство и несвободу. Рабство узаконило. Чтобы создать европейскую модель судебного производства в России потребовалось почти тысячи лет. Судебная реформа, как вы все знаете, она возникла всего полтора столетия назад в период реформ Александра II. У нас до сих пор законотворчество понимается не как узаконивание открытых закономерностей человеческого поведения, а как своевольное установление желаемого правителями. Наши реформаторы, как вы знаете, Столыпин и Ельцин разгоняли законодательную власть, парламент, когда тот не принимал нужный им закон. Наше законодательство, позволите мне высказать свое мнение, это чистой воды своеволия. Вместо того, чтобы открывать, конституировать законы, наши правители их сочиняют. Вот потребовался специальный закон для Сколкова. Вот давайте допишем специальный отдельный закон вот для данного конкретного случая. Результатом, вот теперь как социолог еще дополнить хотел, по результатам последнего вопроса Института социологии, из 12 базовых ценностей ценность свободы оказалась на шестом месте. Ценность порядка на третьем месте. А ценность нравственности на последнем, на двенадцатом. Причем каждый пятый считает нормальным, допустимым, по собственному усмотрению, убить другого человека. Это нормально для каждого пятого. Для каждого четвертого, каждый четвертый считает, что его вседозволенность, это тоже нормально. И это вот эти те люди, которые, что вседозволенность для них ценность, это нормально. Именно эти считают, считают возможным убить другого человека, ну если это нужно. По количеству преступлений на 100 тысяч населения России занимает почетное третье место в мире. Ну не буду говорить, я это не могу сейчас точно сказать. Итак, в России свобода, как здесь говорилось, правильно понимается, свобода не для, а свобода от. В том числе и от нравственности. Это и есть наше русское понимание воли. И показательно к чему приводит свобода от нравственности. Или свобода без нравственности. То есть это последний пример, когда 16-летняя девочка заказала убить собственную мать, своему любовнику, чтобы освободить жилплощадь. Чтобы потом свободно жить в освободившейся квартире, без зарезанной матери, со своим 16-летним любовником. Это нормально. То есть в нашем обществе не то, что нет консенсуса по базовым ценностям, у нас налицо конфликт между базовыми ценностями и инструментальными. И насилие является определяющей, доминирующей инструментальной ценностью. То есть если я хочу достичь богатства, насилие, а что еще? Сильный, как мы всегда сейчас видим, сильный, сильнейший прав. Да. Хорошо. Еще послово самое главное. Итак, французская поговорка, как вы знаете, гласит, каждый народ достоин своего правительства. У нас наоборот. У нас наш идеолог модернизации, господин Юргенс, считает, что наш народ не достоин своего правительства. Оно не пытается модернизировать экономику, а народ как гири на ногах правительства. Глава президентского института современного развития, ИМСОР, Игорь Юргенс во время пресс-конференции, что мешает модернизации России, ссылаясь на результаты экстраполяции, сообщил, что российская общинность и архаика мешают реформу и могут быть преодолены не раньше 2025 года. Как вы знаете, наши правители-реформаторы и Петр Первый, и Ульянов Ленин, они пеняли на патриархальность и архаичность русского народа. Где ленивый русский человек? И в провалах реформ всегда винили народ и сейчас винят. А кого же еще винить-то? Неужели Горбачев когда-нибудь признает, что он ответственен за провал перестойки и возьмет всю вину на себя за развал Союза? Да никогда. Реформы, как подчеркивает Юргенс, народу не нужны. Реформы всегда были нужны правителям. Но проводимые ими реформы правители всегда наш народ через колено гнули. Понимаете? И всегда народ был для них пушечным мясом. И последнее, чтобы все-таки на позитивной ноте закончить, я бы все-таки хотел сказать, что русским, наверное, более чем кому-либо нужна свобода. Они ищут равенства, а не равноправия. Свободы духа, а не свободы желаний. Свободы без удобства, свободы от удобства и от выгоды. Другие народы уже давно нашли свою веру и сумели приспособить ее к житейской выгоде. А мы еще продолжаем верить, что Россия спасется духовностью. Чем удивит мир, спасет и его, и себя. Спасибо. Спасибо докладчику за прекрасный доклад. Спасибо Александру Александровичу. Хочу... Вот давайте попробуем сопоставить доклад и предыдущие выступления. Хочу обратить ваше внимание вот на что. С одной стороны, докладчик как бы не видит 20 века вообще, это не история. Тем более, он не может понять, поэтому, что происходит в 21 веке. А вот предыдущий выступающий сказал, что им это не надо понять. Я еще такую тут фразу записал. Тонкости не для уха. Поэтому давайте я нарисую. За три минуты уложите за своим ресурсом. Каждый у нас шпенглер, но шпенглер бывает разное. И в чем специфика? Начинаем мы снизу, с фактов. Вот просто доклад был построен в основном на фактах, и это была, так сказать, грань, что ли? Да. Как на дни был построен на фактах. Просто, просто, не этот. Просто две дни назад. Но есть другой фразу, это смысл. От фактов к смыслам так просто не перепрыгнуть. Тут еще есть две ступеньки. Обобщение и понятие. Вот один из спрашивающих сказал, что здесь все плывет и переливается. Это происходит потому, что у нас смыслов перескать с ним вообще и наобратно. У нас нет сочности отношений к тому, что было. Но это специфический стиль данного доклада. Ну, это вообще говоря, не единственный возможный стиль философии. А идеальным является, вообще говоря, вот такой стиль. Когда, если посмотрите, что делал Сократ, он брал конкретный факт, строил обобщение, потом понятие, а потом смысл. Потом шел туда наобратно. Это, так сказать, эталовый философ. Да? Вот. Ну, обязательно должна быть разработана. Вот эта часть должна быть разработана. И она должна быть разработана на материале, который нас больше интересует. 20-21 лет. Вот. Ну, и последние 10 секунд скажу, что то, что я докладывал, находилось вообще-то в этой части тогда-то, в начале года. Я говорил о смыслах и понятиях, но мое слабое место было в том, что не было фактов и не было обобщения. Вот я нашел интересный материал, который покровал и вот эту часть, связан именно с фактами обобщения. И вот если вот это все стыковать, что я думаю, что мне удастся, если тут возможно то истык, то получится более-менее отличная конструкция. Во-первых, тоже хотел бы поблагодарить, во-первых, за то, за смелость. Потому что взяться за такую огромную тему, ну, не каждый грызнят, да. Ну, и еще меня очень, так сказать, примирило заключение, что я бы, так сказать, как эпиграф к вашему ответственному вопросу сказал, что это время такое, мы все дилетанты, да. Ну, действительно так. Когда говоришь о чем-то, о таком значительном, ну, неизбежно впадаешь в какие-то вещи, в которых плаваешь. Надо быть, наверное, обладать какими-то сверхъестественными способностями, для того, чтобы все конкретные факты держать в голове в каждый конкретный момент. Я думаю, что мне почему-то хотелось поговорить, каждый вообще говорит о своем, да. Так больше выступающих нет, я, может быть, чуть-чуть... Пожалуйста, три минуты. Ну, да, три минуты, ну, да, три минуты, что можно сказать, да, о свободе России, да. Я думаю, что вот одно из фундаментальных, ну, о некоторых тоже моментах я скажу, на мой взгляд, фундаментальных заблуждений нашей культуры, так сказать, 20-го, или, там, не знаю, с этого века, является то, что, дескать, расцвет русской культуры в 19-м веке им связан с реформами и деятельностью, то есть в петербургском периоде, как прямое продолжение деятельности Петра Первого. По-моему, это все как раз наоборот, что расцвет культуры, русской культуры в 19-м веке, это была реакция на деятельность Петра Первого, которая случилась, начала осуществляться спустя 100 лет после его смерти, и ситуация со свободой, она, в общем, тоже, в общем, примерно такая же. Вот к прошлому докладу сегодня, тем более, что это связано, в прошлый раз упоминались имена Спиранского и Победоносцев, то есть в Вайрусовом было посвящено многому имену Спиранского, как разрушило два полюса. Спиранский – это вот то время, когда еще что-то можно было сделать в изменение нашего, так сказать, бытия, а Победоносцев – это то, что, как он сам утверждал, уже ничего сделать нельзя. А кто во всем это виноват? Да виноват в этом, конечно же, Петр Первый, который создал такую ситуацию, что Спиранский не мог ничего сделать, потому что Александр Первый боялся что-то предпринять, потому что, по-моему, отца и так далее, и так далее, убитого, создал сейчас, собственно, Петр Первый. Поэтому, вот это один момент. Второй момент, что касается рабства Московской Руси. Ну, вообще, знаете, история такой сложный период. Вот Петр Первый еще, в чем его пора? Он заслонил от нас русскую историю. Мы ее практически не знаем. Мы знаем, что для Петра было, ну, в лучшем случае, Иван Грозный, свод на время, и где-то там Куликовская битва. Ну, про Киевскую Руси я не говорил, потому что, по-моему, Олег Николаевич Гавелев абсолютно прав, что это другой предшествующий, предистория России. Руси, ну, это не история России. Вот. Так вот, если мы будем говорить, смотреть на тот период, и сравнивать с процессами, которые происходили в Западной Европе, то мы видим, что на самом деле это были те же самые процессы, причем они протекали, ну, в то же самое время, там, десятилетия, совпадали абсолютно. Другой вопрос, что, действительно, мы говорим, что вдруг, и вдруг где-то вот в 16-м примерном веке возникло какое-то вот ужасное отставание, да, непонятно, непонятно откуда взявшееся, потому что когда читаешь вот какие-то вот истории, да, хроники, что все вот вроде одинаково. Ну, вот, мое такое замечание, что мы часто, мой вопрос про Иго был, почему? Очень, это какое-то тоже заблуждение, что Иго это какая-то наша священная корова. Ну, очень удобно все объяснять Иго. По-моему, дело не в Иго, потому что, ну, во Франции была стулетняя война, например, Испания вообще была завоевана маврами. Я уже не говорю про Восточную Европу под Турками и так далее, и так далее. Я думаю, что особенность России первая в том, я как-то раз об этом говорил вскользь, что все-таки наша цивилизация, это вторая цивилизация, то есть первая цивилизация на этой территории. Античности у нас не было. Вот сначала сказал Петр Александрович, что мы европейские люди, а мне ближе, вот, знаете, нет, скифы мы, или, да, азиаты мы с роскошными жадными глазами. Мы не европейские люди. Античности у нас не было. И мы сразу возникли, так сказать, в Средневековье, и в этом Средневековье, как сформировалось, наше историческое сознание. И, честно говоря, меня сейчас мало интересует вот свободу в таком широком контексте мировом и слишком в академическом разговоре. Мне представляется, что это какая-то очень больная для нас личная тема. И вот какие-то вот вопросы, прозвучавшие недовольствия, как раз вот об этом, что важно то, что сейчас. Почему? От чего? Ну, ладно, в общем, три минуты, я больше не буду. Спасибо. Спасибо. Я, если позволите, не буду говорить о философской части доклада. Я, нечестно, признаюсь, ничего не понял, наверное, потому что я не философ. Но несколько слов я хотел бы сказать о методологии выступления. Вот это уже правильно заметили. Первые два уровня любого доклада. Факты и обобщение. К сожалению, в докладе фактов я не увидел. Методологически мне непонятно, как можно сравнить русскую свободу с египетским религиозным мировоззрением. В времена Древнего Египта не было ни только не русской свободы, ни английской, ни французской, никакой не было свободы. Что с чем сравнивать? Мне не вполне понятно, как можно утверждать о свободе Киевской, говорить о свободе Киевской Руси. Я повторяю, по отношению к чему Киевская Русь была свободой? Европа была менее свободной, чем Киевская Русь? Да. И если говорить о той же методологии, то мне непонятно и утверждение о рабстве Московского царства. Здесь я скажу чуть-чуть подробнее. Просто потому что это методологически, на мой взгляд, интересно. Откуда взялось представление о рабстве Московского царства? Во-первых, поднимая эту проблему, мы всегда сталкиваемся с проблемой источников. Что мы смотрим? Источники есть по этому переводу. Немецкие, английские, французские, голландские. Так вот, если их проанализировать, интересно то, что каждый источник считает несвободой то, чего нет у него в стране. Вот немецкие источники считают Московское царство деспотией, потому что германская область тогда представляла область анархическую, со мной ростом мелких князей и так далее, где человек был относительно свободен. Но вот английские и французские источники никакой деспотии не видят. Просто потому что в Англии и во Франции в это время было то же самое. Зато англичане видят деспотию в том, что ограничивалась торговля. Да, этим они возмущаются. То есть каждый видит свое. Если же сравнить положение Московского царства с положениями Европы, то особых отличий в деспотии нет. Надо учитывать это первое. Замечание фактологического характера. Второе замечание такого же фактологического характера о Московском царстве. Не надо забывать о том, что мы имеем дело с европейской историей. Когда мы оцениваем Россию, мы оцениваем ее через призму европейского сознания. Следует помнить, что во время Московского игора Россия выплыла из истории. Европа о ней забыла. И когда Иван Грозный двинул войска в Ливонию, для Европы это было что-то вроде, ну не знаю, гигантского цунами. Неоткуда возникла мощная страна. Европа только-только отбилась от турков. Вот только она выстояла. Турки дошли до Вены. И вдруг на нее опять что-то хлынуло. Так вот, если вы посмотрите источники того времени, то выявляется любопытный факт. Весь информационный массив, который Европа использовала против турок, то это дикий народ, это варвары, у них деспотия, они едят детей, они вешают женщин, они жгут дома мирного населения. Все это один к одному было тут же перенесено на Россию. Проверить это можно по европейским изданиям. Издавались листовки и брошюры для народа и для благородного сословия с картинками, где иногда просто, видимо, из-за спешки забывали перерисовать турков на русских. Поэтому Иван Грозный на этих картинках представлен в тюрбане, представлен в халате, бояры тоже представлены в халате, с етаганами. Но это русские подписи. Вот нашествие русских на Европу. То есть весь негатив, который Европа к тому времени за два столетия собрала против турок, был двинут против Москвы, потому что это был новый враг. Вот так возник чёрный миф о России, который утвердился в Европейском сознании и который мы до сих пор воспринимаем. Когда мы оцениваем Московское царство, два этих факта, то есть разноречивость источников и наличие чёрного мифа надо обязательно учитывать. Ну а для этого, видимо, надо знать тот предмет, о котором говоришь. Спасибо. 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 А вот, Олег Евгеньевич Иванов. Ну, я так как бы не соберёлся выступать, да? Ну, просто пару слов по поводу вообще характера происходящего. Вот, что, собственно, мы сейчас делаем? У меня стало такое впечатление, что есть обсуждение доклада, есть обсуждение собственного представления о докладе. Да, но нет последнего. То есть мы не обращаем внимания на то, что речь идёт о презентации книги. Да, что существует книга. Я хочу вам её показать. Вот, называется «Она Россия и свобода». Который написал перед Саня Сокронов. И относительно предшествующего, так сказать, выступления, вот, что мне показалось в нём несколько странным, что ли, да, на фоне книги. Потому что мы сейчас, конечно, очень много задаём вопросов. Их действительно очень много, а книг-то мало, да? Вот, это четвёртая книга о России, которая написала перед Саня Сокронов вообще-то. Четвёртая. Я удивляюсь искренности предшествующего докладчика, каким образом он, так сказать, ну, собственно сказать, пилит сук, на котором сидит. Потому что, если вы не поняли философской части, да, то вы ничего не поймёте и в фактах. Совершенно. И вы начали своё собственное обобщение, на своих собственных фактах, вы начали свой собственный рассказ о том, как вы представляете себе книгу, да, «Россия и свобода». Не имеющий никакого к ней отношения, на самом деле. Простите, я попадаю в полемический немножко тон, но вот такого рода замечаний, которые были сделаны, мне кажется, уже в высшей степени неуместными. А книга эта, именно в данном контексте, я бы сказал, что свои отношения, она характерна вот таким, ну, таким очень, ну, действительно, по нашим временам, я даже его не характеризую как. Так, смелым, да, поступком или ещё что-то. Вот в чём смелость-то? Смелость совсем не в том, что Пётр Александрович захотел вдруг вот так сказать о вещах, ну, которые в своей последней детализации всегда, можно сказать, найти какую-то блоку, которая не попадает в общий список, да. Вот, не в этом там, что этот страх был преодолён, или, вернее, никто не обращал внимания. А то, что вообще вот сейчас, во время, которое так тяготеет к бессмыслице, как-то утопает в бессмыслице, да, полностью, сделана попытка что-то высказать от смысла, от того самого целого, да. И с кем ещё годом, со Штенгером, как-то сопоставить ещё, но вот это стремление к смыслу здесь явно присутствует. И до чём оно интересно, на мой взгляд, да, что и автор оговаривает, так сказать, право своего подхода. Эта книга написана на богословских основаниях, что для нас является, в общем-то, может быть, немножко новым и необычным. Но мы забываем, что если мы хотим что-то начать снова, то должно появиться что-то новое, да. Чего у нас не было? У нас не было богословского взгляда на вещи, да. Того предельного, так сказать, основания, которое и даёт возможность высказываться о целом, да. О целом, потому что самое высокое даёт, так сказать, дорогу целому. Вот. И вот этот богословский подход, он также был обоснован, сейчас можно уже об этом говорить, сейчас существует степень, степень до бакалавра теологии. Государство, каким бы оно сейчас ни было, оно признало это, да. То есть, в русле, всё идёт в русле, всё идёт в русле, и дай бог в рост. Вот если мы эту ценность почувствуем, тогда мы, наверное, всё-таки, ну, с большей охотой будем читать книги такого содержания, и разговор у нас примет несколько иной оттенок. Я, перед тем, как, ну, готовиться, так или иначе, к сегодняшнему дню, я посмотрел на те концептуальные схемы, которые у нас существуют именно в области культуры. Вот, относительно Древней Руси, например, да, Лихачёв пишет, что для русского, для литературы Древней Руси два момента важны. С точки зрения сюжета, это место России в истории, и с точки зрения понятия основного, да, смысл жизни. Вот, вы знаете, когда мы, вот такие вещи, они понятийные, они философские, они богословские, да, вот такие вещи начинаем попрокидывать или проецировать на сегодняшний день, да, то мы обнаруживаем, что они уже не работают, что понятие смысла жизни, да, оно превратилось в какое-то такое проходное, да, которое каким образом было оправдано в устах предшествующих, так сказать, теоретиков, в том числе, и не только советских ученых, да, вот. Но, тем не менее, сейчас оно уже теряет смысл, сейчас одно что-то другое, вот, и понимание этого другого, да, и подводим нас вот та методология, которая занимается, занимается Петр Саныч в этой работе, как у меня вот такое начало, впечатление сложилось. Вот, поэтому я, со своей стороны, могу только пожелать успехов ему в дальнейшем. Выражаю общее мнение аудитории, да, но она, сейчас не ее, я накидываю вопрос, но она, вот, то есть, Петр Саныч ответил сам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, я, к сожалению, в публике при... Пожалуйста, выходите. Ничего не от себя снимать. Пожалуйста, пожалуйста. Я гость просто. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, я не собирался выступать, но был чрезвычайно удивлен и смущен и огорчен тем, что я здесь встретил во второй части, именно в связи с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, у меня сильное подозрение, и я как гость могу, как независимый человек, сказать откровенно. У меня есть сильное подозрение, что большинство из тех, кто выступал, очень отдаленно имеют представление о книге. Единственное, ссылки были вот на тезис, наверное, вот на тезис, и от тезис, и от доклада. Поэтому обсуждение книги, в общем-то, ну, вот мое впечатление, как гостья, в общем-то, не состоялось. Я, опять-таки, очень огорчен по этому поводу. Значит, что бы я со своей стороны хотел бы сказать, вот, по поводу, вот, того, что Петр Александрович глубоко, ну, как я понял, заблуждается по поводу, вот, относительно оценок, вот, культуры в аспекте свободы, русской культуры, вот, периода, там, ну, Московской Руси. Что якобы Петр Александрович перенес взгляды, вот, те, которые приписывались в оценках состояния Руси, положения дел и, в целом, духа, то есть, жизни, вот, рабского духа, вот, Московской Руси, вот, те, что были, так сказать, вынесены европейцами, западными европейцами, вот, исходя из опыта, там, ну, притеснений, порабощений, каких-то там гнёта, как привычно говорят, Турции. Вот, ищу. Ну, позвольте, мне кажется, это глубочайшее неуважение, вот, автору книги Петру Александровичу Сапруну. Почему? Потому что ему таким образом отказываются в способности самостоятельно оценить, вот, этот предмет в плане выбранной темы, проблемы, свободы и России. Книга-то называется «Свобода России». Значит, Петру Александрович сформулировал, на мой взгляд, вот эта вся схема, они вообще-то, я не знаю, как, откуда они взяли факты. Да факт он засыпал, я не знаю, Петру Александрович вот как раз отличается. Его творчество, у него уже 12 книг написано, между прочим. Вот, здесь упоминалось «Четы России», но кроме этого ещё есть много книг. Как раз он отличается, когда, вот, и упомянул методологию, что он вот эту фактическую сторону, и вот эту, что вы отказались понимать, философскую, теоретическую, все его книги вот по этому принципу построены. Сначала методологическое он даёт основание, а потом фактическое положение делал. Историю совмещают с, вот, словесно, что Петру Александрович сказал, вот эта книга, предыдущая книга, почти одновременно вышедшая, очерки русского нигилизма, они как раз и построены. И ценность то, что он привлёк, и в этой книге в меньшей степени, а вот, в путь, ничто, очерки русского нигилизма. Это, на, 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 собственно, половина книги, это, это очерк по русской литературе, можно сказать. Ну, вот, в таком культурологическом, философском аспекте, вы таких текстов нигде не найдёте, зауверяю вас, вы сколько, я не филолог, но мне не попадалось никогда ничего подобного. Привязать вот к стерчню вот этому, к этому, к увлочайшему смыслу, связанному с русской культурой, с русской историей. И я завершаю. Вот, по поводу, опять-таки, вот, такого обвинения, философа, что он перенёс, понимаете, или повторил, не зная тому, как-то у него случайно получилось, вот, оценку западных европейских историков, философов, вот, относительно, значит, эфики Московской Руси, вот, которые использовали опыт, печальный опыт знакомства с турецким гневом, там, ну, видимо, имеется в виду, и мусульманским, там, вот, в Европе, в Восточном Европе, в Западе, в Европе и на Юге, в Южной Европе. Так вот, это, мне кажется, здесь стереотип сказывается. Вот мы сейчас все смотрим, вот, как там на Западе. Вот давайте повторим всё, и, к сожалению, на уровне руководства страны мы это видим, давайте повторим, что на Западе у нас своего нету ничего. Мы отрицаем. Так вот, заслуга книги Петра Александровича, и это не вот это, и всех четырёх книг, вот, если говорить о русской культуре и русской философии, состоит в том, что мы, вот, в его лице получили автора, который собственными усилиями дал свою оценку. Он россиян, он русский, и взгляд русского человека надо ценить, а не видеть, якобы, что это повторение, там, чего-то того, что откуда-то, где-то, когда-то было. Я думаю, это, вообще-то, ну, просто как-то глубокое заблуждение, если мягко вырастится. Спасибо. Борис Георгиевич Дверницкий, пожалуйста, постарайтесь уложиться 4-5 минут, а то 3 не укладывается. Ещё и покороче даже. Я с большим интересом прослушал доклад, уже второй доклад, один раз слушал доклад в Обществе православных психологов, и там, я помню, уже 17 книг написали, на тот период было так вот, и у них вот 4 касаются России. И я вот воспринял доклад, в конце обращенный к каждому из нас. А будет ли Россия свободной? В конце концов, так вот, она как бы не большевистская, а такая. Человек не может быть никаким, он должен быть каким-то. Так вот, как я понимаю, мы должны Россию сделать, мы должны сделать Россию свободной. А когда это возможно? Если мы сами себя составим, чтобы мы свободные люди. Разные пути. Вот здесь поупождаете истину, и истина сделает вас свободными. Это один путь. Вот. Другой путь – через творчество. Потому что, конечно, вы ощущаетесь свободным человеком, если вы пишете такие книги и пытаетесь осмыслить себя именно как своё самостояние, как человек, живущий в России, ощущающий свою часть со всеми её периодами. Значит, вы свободный человек. И в этом отношении, и мы должны вот эту право от свободы принять в себе. Другое дело. Всё-таки Священное Писание действительно говорит, что сделать это людям очень трудно. Люди разные. Вот тут действительно есть люди, которым стимул страх. И по страху они будут делать всё, что угодно. Кто они? Египтяне ли они или кто-то? Вот они по натуре... Им нужно вот в этой какой-то патриархальной атмосфере жить. И как бы вот через это преодолевать своё рабство, что ли. Потому что он не создаёт, что он раб. Другой человек, вот он наёмник по натуре своей. Вот он должен ради какой-то там награды на небесах или ещё где-то жить. И вот в этом своём служении, это следующий способ обретения как бы внутренней свободы. Служение. И вот да, действительно, служение пришло, конечно, с Петром. Он сам служил. До этого царь никогда не служил. И все служили у него. Вот это такое. И третий путь, это у вас, в среде всех, он обозначен, это через любовь. Это опять патриархальные отношения, между прочим. Относиться вот там как к Богу, как к Отцу и как к Отечеству. Создавать себя Сыном Отечества. И вот когда мы осуществляем себя в Отечество, мы становимся свободными людьми. Вот я вот очень кратко, но вот... И ещё последнее. Я вот о свободе тоже писал. И как бы разделяю вот это... Очень мне вот понравилось ваше понимание, буду бедяю, воли и свободы. И что действительно с работой, это характеристика личности. А воли это относится к природе человека. Вот. Ну, я не буду обговорять. Я вот хочу вам письмо свой подарить, который как раз касается рождественной трополоски личность человека. И тут у меня осталось будет. Продолжение следует... Меня очень... Очень не удовлетворила ваша книжка. С печалью это говорю. Потому что я никак не могу согласиться с заключительными словами вашей аннотации. Разговоры о неизменном тысячелетнем русском рабстве. Или вовсе беспросветном. Или на мгновение освещаемым. С полохами, то ли искрами свободы. В настоящем случае просто неприемлемы. Вот с этим заключением этой аннотации я бы очень хотел согласиться, поскольку глубоко уважаю своего коллегу. Но я не могу согласиться. Всё моё существо сопротивляется этому определению. Как же в свете вашей книги понять нашу тяжёлую? Я не хочу сказать, как Печорин дотла сожгл ваш храм двуглавый и так далее. Нет, конечно. Нашу тяжёлую. Но всё равно нашу историю через призму российской свободы, изложенной здесь, эту историю не понять. Потому что если мы всё-таки говорим о трёх аспектах свободы, мысль, поступок, институт, то они же не существуют, каждый в отдельности. Они же только вместе в реальной жизни существуют. И вместе в реальной жизни они произвели такой аффект, аффект, как революционное движение. Революционное движение, которое является стабильным фактором стабильным фактором русской истории и культуры, начиная, я не говорю о бунтах Пугачёва или вольницы Степана Разина, начиная с Александра Николаевича, с этих 90-х годов Екатерининского века вплоть по сегодняшний день. Потому что 90-е годы, это как-никак была революция, снова революция. Ну, контрреволюция, революция, одно и то. И если это был закон существования России, то мне совершенно непонятно, почему советская история – это провал. Это не провал, а этап в истории России. И эту историю я хочу понять. И я обращаюсь к книжке Сапронова и читаю эти заключительные вещи. Спасибо большое. Всего доброго. Друзья мои, если нет выступающих, тогда, Пётр Александрович, заключительное слово и одно объявление. Чей битверь в 503-й аудитории. В 503-й аудитории. Пётр Александрович, пожалуйста. Ну, знаете, кто бы что не говорил сегодня, но я всё-таки действительно, вполне искренне хочу поблагодарить всех за выступление и за вопросы даже больше, пожалуй. Они мне дали возможность, правда, тоже очень ограниченно, на что-то более конкретно сказать по поводу своей книги. Одно только у меня, не знаю, это не замечание, это не пожелание, одна только констатация. Знаете, чем мы все хороши? Тем, что у каждого что-то есть своё, каждый говорит о своём. Вот ещё один воробей подлетел к луже и подчерикал своё, потом ещё один, понимаете. И дальше этого мы, вообще-то говоря, ну, очень малоспособны сдвинуться. Ну да, я слышу обвинения в свой адрес, по поводу заводчика в помине не говорил. Александр Александрович зачитывает, впрочем, из моего введения в качестве заключения цитату, чем она его так взвинтила, почему он впал в такую ярость, я совершенно не понимаю. Ну, спасибо за вашу такую, знаете, эмоциональную включённость. Вот, а, ну, вообще ещё никогда не участвовал в каком-нибудь споре, где проголосили истинно. Ну, поговорили как-то, я надеюсь, кого-то что-то я задел. Ну, на том спасибо. Спасибо всем, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ